На определенную дату, на определенное время и на определенную территорию нашей планеты Земля. Луна, Солнце и планета Земля – три участника, пожалуй, одного из самых загадочных и довольно редких явлений. В древние времена лунного и солнечного затмения боялись не меньше огня. Люди иногда били собак, иногда вставали на самое высокое место, в местности, в поселении, они заряжали пушки и пытались стрелять по небесным телам, чтобы опять открылось Солнце. Коридор затмений продлится чуть больше двух недель. 19 ноября – лунная, 4 декабря – солнечная. Вот правда, и то, и другое жители края увидеть не смогут. Увы, на территории нашего региона затмение ненаблюдаемо, потому что луна в данный промежуток времени еще не взойдет и за горизонт. Точно так же в центральной части России невозможно будет наблюдать 19 ноября этот яркий сюжет. В России затмения смогут увидеть лишь жители Камчатки и Чукотки, остальные зрители – Северная, Южная Америка, а также некоторые страны Европы и Азии. Но, несмотря на это, по словам астрологов, влияние коридора ощутят все. Сильная эмоциональность, сильный выплеск эмоций и нестабильная психика, потому что лунное затмение – это наш ум, разум, подсознание, солнечное затмение и, в принципе, Солнце – это что-то внешнее, поэтому нас немножко будет так штормить. В этот период специалисты не советуют начинать новых дел. Лучше, по их словам, потратить время на избавление от старого и ненужного. Кроме того, с осторожностью пользоваться холюще-режущими предметами. К слову, ближайшее затмение Солнца, которое жители края смогут не только почувствовать, но и увидеть, будет 25 мая 2142 года. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком.